На воскресенье, Бог, и раздражаться в России, Бог. Христос воскресе! С радостью приветствую каждого из вас, дорогие телезрители. Пришел этот светлый, радостный, долгожданный праздник. Мы знаем, что воскресеньем заканчивается земной путь Иисуса Христа. Но чему мы радуемся в этот день? Мы же никогда по большому счету не задавались этим вопросом. Просто ликовали вместе с природой, со всем миром. Кто-то действительно переживал воскресенье Христово, подобно его ученикам, которые потеряли и вновь обрели любимого учителя. Кто-то делал все по традиции. Но как-то не было желания разобраться, чему же все-таки радуется церковь в этот праздник. Не думается, что помог нам задуматься этот Богом попущенный год. Печальный и страшный для большинства своей непредсказуемостью. Кто-то боится умереть от вируса и испуганно сидит дома, вжавшись в диванчик. Кто-то бравирует и думает, что пляски около пандемии – это прикрытие более ужасных вещей. И вот она – Пасха, которая заставила многих сидеть по домам. Непривычно, одиноко, словно Пасха без Христа. Да и молится как-то по-другому. Тот, кто пришел на службу в сегодняшнюю ночь, стал в глазах недруга в церкви, кое сейчас немало, за разным мракобесом. Кто-то слезно молит Христа о выздоровлении родного человека. Кто-то встречает Пасху уже там, в вечности, со Христом. Что же это за праздник победы над смертью? Ад, где твое жало? Уже с дрожью в голосе мы вторим Иоанна Шлатоуста. И где же наша вера? Сей день «Я же сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воню», восклицает церковь. День у Господа не наши сутки и даже не тысячелетия. Мы сейчас живем в эру воскресения Христова. Пасха действительно праздник победы над смертью. Христос сошел во ад и взлавал его запертые двери, разломал оковы, в которых томились без Бога души праведников. Только после Христова воскресения жизнь человека на земле обрела смысл. А зачем было жить праведно, если все равно ожидал ад? А в чем заключалось богоподобие человека, если он был связан по рукам и ногам грехов? Поэтому ветхозаветное человечество так часто отворачивалось от веры и от своего Бога. Люди развлекались, как умные. К сожалению, мир совсем мало продвинулся в этом вперед. Разве что развлечения стали более изысканные или извращенными. Но у нас, христиан, сейчас есть цель быть с Господом. Быть с Господом в блаженстве вечности. Однако мы не живем этим духом будущего века, преображенной жизнью Царства Небесного. Поэтому все еще действует циклично земной жизни, рождение, возрастание, болезнь, страдания и смерть. Никто не может идти против этого закона клея. Даже Господь, Творец Вселенной и человека послал Сына Своего Единородного в мир к людям, чтобы тот был распят и умер на кресте. Но Иисус был Бога-человек, и поэтому воскрес. Смерть человеку перестала быть помехой в Богообщении. Она перестала быть концом и стала моментом долгожданной встречи с Богом. «Для меня жизни Христос, а смерть приобретение», пишет апостол Павел в письме к филиппийцам. «Теперь не важно, когда и от чего умирает человек, но важно, как он живет и как уходит в вечность». Пожалуй, Пасха этого года самое правильное. Что я имею в виду? Для нас Пасха это не постричься в парикмахерской и не кофейку с круассаном скушать в ближайшем кафе, или дома пасочкой с колбаской разговеться. Для нас Пасха служба всей нашей жизни. апогей года, его кульминации. До марта мы жили, как дети, в один момент повзрослели. Многие замечали, что пасхальный цвет красный, но и одежды мучеников за Христа церковь изображает в красном цвете. Без креста нет воскресения, нет Пасхи и не было никогда. Просто это нас лично не касалось. Вот и было нам весело по-мирски. Мы скорее радовались, что за нас страдал Христос. Он за нас умирал и за нас воскрес. Не мы были на кресте, мы не стояли даже при кресте. Но ведь и мы пройдем точно такой путь. Смерть и воскресение будущего. Радость всеобщего воскресения должна быть нашей перспективой и настоящим пасхальным ликованием. Пасхальная радость – это радость возможности встречи со Христом, которая пока возможна лишь с окончанием нашего земного пути. В храме-памятнике в Минске есть место, где Пасха круглых путей. Раскрываю вам эту таль. Но там не все себя уютно чувствуют. Там нет ликования и торжества, к которому мы привыкли. Оттуда никто не спешит к сытому пасхальному столу. Но многие выходят со слезами. Я говорю о крипте, о месте, которое свидетельствует, что смерти нет. Тут преображаются души и переворачивается сознание. Но нет здесь веселья до опьянения сердца. Зато здесь душа получает твердое основание веры во Христа воскрешу. В крипте исчезает страх, который сейчас нагнетают всеми силами, чтобы отвлечь людей от главного, запугать и сделать безвольным. Не бойтесь, малое стадо. Христос воскрес и победил мир, болезнь и смерть. Радуйтесь пасхи. Радуйтесь духом при любых обстоятельствах и в любых условиях. И еще одна просьба в этот день ко всем. Говорите со святыми, обращайтесь к ним с молитвой, ведь они же все живы и не где-то в зазеркалье, а рядом только обратитесь к ним с молитвой. Призывайте на помощь Матерь Божию и больше словословьте Бога, а не изливайте яд друг на друга, доказывая свою правоту. Все мы знаем, что истина одна. Молитесь за власть придержащих, за руководителей наших, сугубо молитесь за врачей, которые сейчас на передовой и поминайте родных и близких, желая всем добра. Прошу сугубо молиться за заболевших священнослужителей и монашествующих. Может, именно они взошли на крест вместо нас и за нас, так почему бы нам перестать быть ирсудьи, но облегчить их болезнь ирсудьи, ведь именно к ним, а не нам, вздравствующим, ближе всего воскрешу Христос. Радуйтесь Христову воскресению и возможности быть с Ним до скончания века сего и даже после. Радуйтесь, ибо воистину Христос воскрес. Христос воскресе и смерть и смерть под кран и сущим от кромеды во дорогах. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Христос